В своем внешнем облике воспроизводят какие-то детские черты, которые задерживаются. Это есть некий, даже не знаю, стимул для развития, как это назвать. Расскажи, что такое винилизация. И чем она важна для эволюции человека и для нашей сегодняшней темы? Ну, и винилизация — это сохранение во взрослом состоянии каких-то признаков, которые характерны для детенышей. Ну, например, обезволошивание человека, да? Это признак в какой-то степени ювенализации? Или бы наши предки были все-таки относительно безволосными? Ну, да, характер волосяного покрова, да, такой части, да, тоже ювенализированный у нас. Ну, и потом, если мы посмотрим просто на череп или просто на лицо детеныша, там, скажем, рангутаны или гориллы и взрослого самца, скажем, рангутана, ну, просто невооруженным глазом видно, что детеныши больше похожи на людей, чем взрослые. И череп тоже, это видно. Там укороченная морда, высокий лобик. Потом поведенческие особенности. Вот, собственно, если шел отбор на пониженная агрессивность, связанная с переходом к моногамии, и, соответственно, в группе должны были уживаться несколько моногамных семей, вообще-то крайне необычная вещь для обезьян, должен был идти отбор на пониженную агрессивность. А дружелюбие – это тоже для многих животных детская черта. Вот когда проводился знаменитый эксперимент Беляева в Новосибирске по домашнему нью-лисице. Давайте вот этот слайд покажем, если можно, общим планом. Да, он у нас перед нами, чтобы зрители тоже его увидели. Вот он, да. Там отбор шел на дружелюбие к человеку, чтобы зверь не кидался на человека, не проявлял агрессию, относился дружелюбно. И за несколько поколений удалось вывести действительно породу дружелюбных лисиц. Но самое интересное, что вместе с дружелюбием и пониженной агрессией отобрались и некоторые другие признаки, которые экспериментаторы вовсе не хотели, чтобы они появились. И многие из этих признаков как раз имеют такой вот детский характер. То есть произошла и винилизация некоторых признаков. И эти лисы в итоге стали… Ну, у них там морда укоротилась, ушки стали отвисать, хвостик стал загибаться, как у некоторых собачек и так далее. Соответственно, поэтому логично предположить, что если в эволюции гоминид шел отбор на пониженную агрессивность, это тоже могло привести к винилизации некоторых черт. Ну, и действительно, вот мы видим в строении черепа там некоторые черты, лосяного покрова, и вот в характере мы сохраняем, скажем, любознательность, игривость до достаточно зрелого возраста, некоторые на всю жизнь. А это типичные щенячьи признаки детеныша. У животных этого не остается. Взрослые звери обычно угрюмые, и их уже ничего не интересует. Они не ищут там новизны и так далее. А люди нет. У людей тяга к познанию. А это, опять же, детский признак. Детеныши обычно ползают везде, разведывают мир, изучают его, а взрослый зверь перестает этим заниматься. Давайте слайд с юбидиализацией мы его нашли, покажем. Уже даже не помню, что на нем было. Ну, собственно, да, вот это. К вопросу о дружелюбии. Вот детеныш, у него вполне человеческое лицо. А вот взрослый орангутан, это же бог знает что. Ну, разница. Да, да, в общем, существенная. Вот эти вторичные... Посмотрите на свои детские фотографии, да, и сравните себя нынешнего с тем, что вы были в детстве. Вторичные половые признаки. Вот у человекообразов, как взятого мугорилла, другие у орангутана такие вот эти вот щеки громадные. У людей редуцировались многие вторичные половые признаки. Такие вот мужские. В частности, вот огромные клыки. То есть, произошла ювенализация или феминизация отчасти самцов. Или, можно сказать, ювенализация. Редактор субтитров А.Семкин